Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» предлагаем вашему вниманию некоторые размышления на тему Священного Писания, того отрывка из Евангелия от Луки, из 10 главы, 38-й, 42-й стих, и равно как и 11-я глава, в самом ее конце, где говорится, как «Господь наш Иисус Христос вошел в одно селение, и здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у нога Иисуса и слушала Слово Его. Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне!» Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Именно вот этот отрывок из Священного Писания, как вы знаете, дорогие друзья, всегда читается во время Божественной Литургии на все Богородичные праздники, начиная от Рождества Пресвятой Богородицы и до праздника Успения Пресвятой Владычицы, на все праздники, посвященные той или иной чудотворной иконе Божьей Матери, заступницы христианского рода. Почему именно вот этот отрывок читается на Богородичные праздники? Вот это должно быть предметом нашего сегодня с вами размышления для тех, кто желает, кому интересно, кто хочет как-то поглубже вникать в смысл Священного Писания и применять это к себе. В этом отрывке Господь обращает внимание на то, что есть два пути спасения для каждого человека. Два пути, которые человек избирает сознательно. Это путь служения Богу и людям в миру и путь служения Богу и людям на поприще монашества. Служение в миру – это как бы образ Марфы. Именно служение Богу – это тоже путь спасительный, по-своему непростой, тернистый, трудный, сопряженный тоже с несением креста. Это тоже узкий путь, евангельский. И он сопряжен с тем, что необходимо служить еще и людям. Именно вот это деятельное проявление любви к ближним. Это путь Марфы. Вот она заботилась о большом угощении. Господь пришел в ее дом, и она, конечно, начала, как и, наверное, любая хозяйка, тут же суетиться, чтобы угостить чем-то дорогого гостя. Преподобный Паисий Святогорец, равно как и все другие святые отцы церкви, которые до него, обращают внимание, что, конечно, Господь пришел в дом этих благочестивых сестер, кстати, старших сестер праведного Лазаря, не для того, чтобы угоститься Марфинами разносолами, а для того, чтобы преподать им очередной раз какое-то наставление о тайнах Царствия Божия. Мария, сестра Марфы, села у ног Спасителя и слушала слово его. Под Марией как раз подразумевается вот этот второй путь. Тоже узкий путь, тоже путь тернистый, сопряженный, может быть, иной раз с большими скорбями и большими лишениями. Это путь монашеского отречения от мира, отречения от всех мирских забот, всех радостей, всех утешений мира. Но это тоже служение, это в первую очередь служение Богу, и это тоже служение людям, но уже посредством молитвы за весь мир. И вот образ этих двух сестер, как образ служения Богу и людям в мирской жизни, то есть в социуме, как мы современным языком сказали, а Мария – это образ служения Богу и людям в монашестве. И Господь Иисус Христос очень кротко, очень деликатно, мягко на укор Марф в адрес своей сестры, что, Господи, или тебе нет нужды, или ты не видишь, что сестра оставила меня одну служить, скажи ей, чтобы мне помогла. Он ее останавливает и говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно есть на потребу. Конечно, когда мы читаем, то сразу же, если не вникать в глубокий смысл Священного Писания, может показаться, что Господь таким образом как бы отвергает ее служение, ее любовь, ее усердие, и как бы обесценивает все ее труды. И порой, если так очень плоско осмыслять Священное Писание, как порой в некоторых или протестантских группах, то действительно может показаться, что этот путь неспасительный. То есть служение Богу и людям в миру – это неспасительный, это как бы путь второго сорта. Но на самом деле, если мы задумаемся, то мы увидим, что если бы, например, Мария укорила Марфу и обратилась бы ко Господу с такими словами, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра так постоянно суетится? Скажи ей, пусть она все оставит, сядет здесь же и вместе со мной послушает», то наверняка мы предполагаем, что Господь так же кротко, так же мудрость, любовью деликатно укорил бы Марию за то, что она укоряет свою сестру. Таким образом, мы видим, что в этом Евангелии Господь как бы уравновешивает эти два пути и учит нас, вот это сегодняшнее Евангелие, то есть Евангелие, которое мы сейчас с вами зачитали, оно учит нас, что один путь не должен превозноситься над другим. Люди, идущие одним путем, например, сбравшие монашество, не должны превозноситься над людьми, живущими в миру и старающимися исполнять заповеди Божии в условиях социума. Люди, живущие в миру, не должны осуждать монашество, считать, что они бездельники, что они, так сказать, уклоняются от всякой заботы, от всякой помощи людям и так далее. А почему именно вот этот евангельский текст читается на празднике Пресвятой Богородицы? Потому что Пресвятая Богородица, она как раз и удивительным образом сочетала в себе оба этих служения. Она служила Господу и Его человечеству, то есть она, Богомладенца Христа, она Его носила во чреве, она Его питала своей грудью, она Его одевала, она кормила, готовила для Него еду, то есть она всячески служила Ему и по человечеству, как Своему Сыну. И она же молитвенно и благоговейно предстояла пред Его Божеством. В нескольких местах Священного Писания мы находим такие слова, что Мария слагала все эти слова в сердце своем. И вот как раз следующий отрывок, который как раз и читается в празднике Пресвятой Богородицы, это уже отрывок из 11 главы Евангелия от Луки, когда он говорил это, «Одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему, блаженно чрево носившая Тебя и сосы Тебя питавшие. Он же сказал, блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Женщина, которая возгласила это, она хотела прославить, она в восторге от слов, от проповеди Христа Спасителя, хотела прославить Его Пречистую Матерь, именно ее человечество, а Господь обращает внимание, как бы уравновешивая, показывает, что Пресвятая Богородица и служила Его Божеству, как вот только что было сказано, она служила и человечеству Христа, и Его Божеству. Вот почему именно вот это Евангелие читается на все Богородичные праздники, потому что Матерь Господа Иисуса Христа, Пречистая, Преблагословенная Дева Мария, является недосягаемым образцом добродетели. И, конечно, мы, мы христиане православные, все те люди, которые читают Священное Писание, живут согласно Писании и предания Святой Церкви, очень почитают Пресвятую Богородицу. И у многих святых отцов Церкви мы можем находить очень возвышенные, очень трепетные, очень благоговейные высказывания, посвященные Пресвятой Богородице. Ей посвящено много молитвенных гимнов. Она действительно честнейшая Херувим и славнейшая Бесстравнение Серафим. Мы, христианы, счастливы, что имеем такую заступницу на небе. И вот, когда будем очередной раз в храме, дорогие друзья, слышать вот это евангельское чтение, будем благодарить Бога и Пресвятую Богородицу за Ее предстательство, за Ее величие, за Ее смирение, за Ее любовь и покровительство над всеми нами. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.